Телеканал Трофей выясняет, что на что клюет. Здрасте. Тут видите, дорогие друзья, один за одним сидят рыбаки. Приятно, приятно. Вы же подслушали, о чем мы говорили. В принципе, должны знать. А у вас рогатки. У меня такие в детстве были рогатки. Да, я вот туда венгерку цеплял и этими шпильками проволоку гнул в шпильку и стрелял. Ну, а вы что нам расскажете? Раз уж мы к вам все-таки подошли, рассказывайте, что у вас там на крючках. Ну, макароны. Макароны. И тесто, тесто. Сухое тесто, которое раздавал в Киеве. А, да? Да, я видел. А, вот. И Сережи нету. А где Сережа? Какой Сережа? Ну, с вами был там по приколам. А, Саш. Сашка. Сашка. Дома остался. Дома остался. А мы, кстати, между прочим, пришли сюда на пароходе, на теплоходе. Я видел вас. Да, вот мы вниз сейчас идем по течению, аж до самого Херсона. Будем заходить в города. Черкасса у нас первый на маршруте, поэтому вы как бы открываете это замечательное действие. Рассказывайте тогда хорошо. Раз вы видели и смотрели, тогда у меня для вас есть презент. Очень хорошая у вас программа. Да? Это хорошо. Вот видите. Я смотрю с удовольствием. Но приз я даю до того, как сказали эту фразу. Вот вам, пожалуйста, тоже от Фишспорта. Это дипованный. Ну, вы же знаете, вы слышали. Ну, я для людей скажу, что это дипованный в меде, очень вкусный пенопласт. Спасибо. Я сам не ел, но рыба вроде это от Фишспорта вам поздравление. Ну, вы рассказываете, что у вас с рыбой. Ну, она небольшая ловится. Да? Из редка. Вот опять ветер начинается. В прошлый раз мы, когда были в Черкассах, тоже был сильнейший-сильнейший ветер. Вчера так неплохая такая, грампа 300 проскочила. Вот это когда погода такая была. Ну, круто. Сегодня тоже такая. А, тоже пользуетесь нормальными. Мне тоже Олд Семен говорит, ничего не надо придумывать. Одел пенопласт и жди. Вот я этим, в принципе, порой и часто даже, можно так сказать, занимаюсь. Нет, вот это в данный момент летом я до сентября почти не беру опарыш вообще. Тесто и макароны. Круто. Круто, круто. Ну, не хвостаньте. Лещ проходит. Лещ? Да. На эту штуку проходит и лещ. Хорошо. И какой лещ, размер какой? Ну, я поднимал до 200. 200? Да, здесь подсака была. Коричневый, хороший. Да, неплохо. А сегодня что без подсаки? Не рассчитываете на леща? До первого срыва. А. Он три дня проклюнулся, а потом... Ага, я вас понял. Я вас понял. Ну, хорошо. Не хвостаньте шеевом. Всего доброго. Спасибо. Все, до свидания. Добрый вечер. Добрый вечер. Телеканал Трофей. Передача «Что на что клюет». Я у меня тут, в Черкассах, открылась новая рубрика «Гаджеты». Вот сейчас я у вас увидел замечательный судочек. Я, честно говоря, может, я темнота, но я таких еще не видел, чтобы делилось на два. И удобно для рыбалки, да? Действительно. Но вообще-то это для еды, да, как бы? Да, это пищевой садочек. Пищевой садочек. Он стоит 10,75, я его брал. Но это надо его искать, потому что он очень тяжко найдет. Просто по краю дырочки. Оно удобно, что оно так закрывается, что прикормка не пересыпается. А, то есть оно плотно вот здесь? А, круто. В одну можно насыпать, как я все. Вот еще цена осталась, здесь 75. Все правда. И каждый этот по 250 миллилитров, я вижу, на дне написано. Ну, удобная штука. Я все еще, может, где-то уже есть на 4 у нас. У меня еще две прикормки, получается, отдельно я их храню. А, ну да. Так что, Семен Олд, если вы не знаете, куда это... Да, действительно удобная. Удобная штука. Именно народная, как говорится, и олдовая. И у вас такая штука. А это для чего? Для кормушек, да? Это чисто кормушки, да. Обалдеть. Это вы сами делали или по наследству перешло? Да, сам. Это не, это я сам с брезента нашел у меня старый брезент. Со скольки лет рыбачите? Семи. О, нормально. А уже 25. Тоже хорошо, хороший стаж. Вот что такое. Продолжается парад гаджетов. Это колокольчик такой, да? Самодельный? С гильзы? Да, сам гильзы. Обалдеть. Уже давно, им уже года и года. Главное, звенит и работает. И сообщает о поклевке. Что на ветер он не так играет, но на удары он более чувствителен. Ага, круто. И вот там я вижу... А то обычный старый колокольчик. Обычный, но он привязан, чтобы не улетел, да? Те не улетают, а обычный колокольчик дуже быстро. Мы их тут сотню уже утопили. Какой самый большой рыб, так сказать, трофей какой? У вас. Ну, на пирсе я здесь поднял судака, вышел на платво, зацепил судака 1,2 кг. Нормально. А как в смысле, забодрили? Не, получается, зацепил маленькую платвичку. А, ее он загнал? А, за нее, да. А нижний крючок ее просто под жабру загнал. Ну, круто. Нормально. А так по белой рыбе какой трофейчик? Ну, здесь не, на Марине, короб. Нормально. И сколько? 4,700. 4,700. Хороший такой уловчик. Ну, да. В основном тут редко. За то, что сильно много мелкой рыбы. А за то, что все выбивается сетями. Ну, да. А как боретесь с мелкой рыбой? Ну, как-то ее... В Днепро, куда же? Не, имеется в виду, как вы ее отгоняете, ну, чтобы крупная подошла. Есть какие-то секреты? Или просто ждете, пока крупная сама рыба? Ну, побольше цепляешь наживки, покрупнее. Мелко она ее не прогладит, а покрупнее сможет ее замотать. Да, да. И как вы одеваете, получается, у вас? Я цепляю. О, у вас тут целый набор. Макароны, опарыши и пенотеста. Пенотеста. Круто. Та же самая. А нижняя у меня пенопласт, макароны, опарыши и пенотеста. Ага. И две кормушки. Я тоже такого не видел. Это убийца карася. Ага. У меня есть на три кормушки, есть на две. Ну, тоже все сам делаю. Ну, такая гирляндочка хорошая получается. Вкусненькая. Ну, более эффективная. Она более эффект дает. А каша какая? Пшеная, вижу, да? Ой, тут пшено, макуха, гороховая пыль, кукурузная пыль. Просто гороху все есть. Ага. Так же самое с кукурузой есть. Ну, такой хороший микс на все. Ну, тут более 18 сборов. Круто, круто. Я вам тогда еще добавлю пенотеста. Сейчас, секундочку. Так, что бы вам дать? А вот вам дам краб-банан у нас от нашего спонсора Фишспорт. Попробуйте. Это пенотесто тоже самое. Видите, тут, ну что, карп, карась, амур даже есть. Это новый продукт, вот только начали выпускать. Так что чуть ли не один из первых вы будете этим пользоваться. Спасибо вам большое. Так что всего доброго, не хвастань чешуей. Благодарю. И пусть клюет. Всего хорошего. А вам удачки. Спасибо, спасибо. До свидания. Счастливо. Пойдемте.